Здравствуйте, это программа Город Тесс и я Елена Чернявская. Сделки с недвижимостью, в которых участвует несовершеннолетний ребенок, являются непростыми. Не все знают особенности правового положения несовершеннолетних о несоблюдении норм закона. При операциях с недвижимостью влечет недействительность сделки. Регистрация сделок с участием несовершеннолетних – тема нашей сегодняшней программы. И я представляю гостю в студии Ольга Владимировна Герасимова, начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, давайте побеседуем. Тема у нас заявлена. Тема, во все времена, согласитесь, актуальна. Поэтому в начале разговора я все-таки попрошу вас рассказать, чем отличаются несовершеннолетние дети от взрослых при участии как раз в обороте недвижимости. Я уверена, что есть статьи, которые как раз регулируют это положение. Объясните. Действительно, несовершеннолетние дети – это особые специальные субъекты гражданских правоотношений. И дееспособность, которая наступает только с 18-летнего возраста и отличает взрослого человека от ребенка, в том числе при обороте недвижимости. Но дети делятся еще на две категории. Это дети, которые не достигли 14-летнего возраста, они называются малолетними детьми. И дети, которые от 14 до 18 лет. Несовершеннолетние дети от 14 до 18 лет, они уже почти полностью действуют самостоятельно и сами несут ответственность за свои совершенные сделки. Но действуют они с согласием законных представителей. Законным представителем являются родители, опекуны, попечители, если вдруг по каким-то причинам нет родителей. А вот детки до 14 лет, они не имеют таких возможностей. И, конечно же, всю ответственность за сделки, которые совершены от имени малолетних детей, несут их родители. Ну или другие законные представители. А вы знаете, я сейчас о чем вспомнила, бытует мнение такое, буквально недавно разговаривала с 14-летним юношей, и он сказал, у меня есть паспорт, и я теперь могу делать все, что угодно. И никто мне не указ, и даже родители. Вот в делке с обороте недвижимостью, то есть 14-летний, развеете миф этот, проще говоря? Дело в том, что некоторые, достигшие 14-летнего возраста, действительно считают себя уже достаточно самостоятельными. И если брать в общем норму, которая нам говорит о том, что кто должен совершать эти сделки, кто несет ответственность, это, как я уже сказала, действие детей с согласием их законных представителей. Но есть еще такое понятие, как эмансипация. Что это такое? Это когда дети не достигли еще 18-летнего возраста, но они уже считаются дееспособными и не требуются при совершении сделок никаких согласий законных представителей. При каких условиях наступает эта эмансипация? Во-первых, дети, не достигшие 18-летнего возраста, могут вступить в брак. И это является основанием для того, что он стал уже полностью дееспособным. Второе основание может ребенок работать. То есть у него есть трудовой договор, либо он, с согласием своих законных представителей, занимается предпринимательской деятельностью. Это еще одно основание для того, чтобы ребенка признать эмансипированным. С согласием законных представителей орган опеки и попечительства может выдать решение о том, что ребенок эмансипирован, то есть стал полностью дееспособен. Если согласие законных представителей не получено, то ребенок может обратиться в суд и уже по решению суда признать себя эмансипированным, то есть полностью дееспособным. По общему правилу такая возможность наступает у детей с 16 лет. Но законами субъекта Российской Федерации, как в нашем случае, законом Самарской области, этот возраст снижен до 14 лет. То есть у нас на территории Самарской области действительно, если ребенок при соблюдении ряда условий стал эмансипированным, он вполне может стать дееспособным. Спасибо. Ну и возвращаясь к нашей теме, какие особенности участия в обороте недвижимости как раз у малолетних детей? Расскажите, пожалуйста. Ну, как я уже сказала, малолетние дети, они действуют в лице законного представителя, сами не подписывают ни один документ. И это основное правило, потому что если сделка совершена с участием малолетнего, а не в лице законного представителя, такая сделка является ничтожной. Потому что она не порождает никаких правовых последствий. И только законный представитель потом, впоследствии, может признать эту сделку действительной. Ну, если такого признания нет, то, соответственно, такая сделка ничтожна. А если ребенка 14 до 18 лет действует, то законный представитель может признать сделку недействительной, наоборот. То есть от обратного он может обратиться в суд и признать такую сделку недействительной. Ну, если он даже в последующем одобрил эту сделку, то она, соответственно, имеет силу, она легальна. Есть ряд запретов, которые существуют в отношении таких специальных субъектов, как несовершеннолетние дети. Например, от имени малолетних детей недопустимо заключение договора дарения. Так. От имени несовершеннолетних детей, то есть от нуля до 18 лет, недопустимо заключение сделок со своими близкими родственниками. Кто такие близкие родственники? Это мамы, папы, законные представители, бабушки, дедушки, всего-остров братья. Вот с ними нельзя заключать никакие возмездные сделки. То есть, возможно, законные представители могут, ну, то есть родители могут подарить ребенку квартиру, подарить ребенку какое-то другое недвижимое имущество, но ни в коем случае не заключить с ним договор купли-продажи. Вот такие запреты существуют. Расскажите, пожалуйста, а кто может представлять интересы малолетнего ребенка? Вы сказали, что уже родители и законные представители. Но я так полагаю, что есть исключения из правил еще, да? Ну, действительно, если детки, например, находятся в домах, которые осуществляют фактически функции опекунства над этими дними, ну, то есть у деток, предположим, родители лишили родительских прав или, ну, какая-то трагичная случайность, что родители не стало, и нет при этом приемной семьи или же не установлено на пекунту их помещают в детские дома, где представляет их интересы уже руководитель этого учреждения, либо по доверенности от его имени представляет любой другой социальный работник. Может ли гражданин до наступления возраста 18 лет самостоятельно участвовать в сделках? Ну, вот, как мы уже рассказали с вами, во-первых, нужно здесь вспомнить про эмансипацию. Так. Тогда он действительно участвует самостоятельно полностью. Ну, либо если он участвует самостоятельно с возраста 14 лет, то в дальнейшем его сделку может одобрить его законный представитель. А нужно ли в таких случаях обращаться к нотариусу или все-таки, вот, вы уже сказали об особенностях заключения договора по отчуждению имущества несовершеннолетних? Да, абсолютно правильно. Все сделки по распоряжению имуществом несовершеннолетнего должны быть нотариально удостоверенны. Что я имею в виду под распоряжением? Это именно уменьшение имущества, которое принадлежит несовершеннолетнему. Ольга Владимировна, приводите сразу примеры, чтобы было понятно. Хорошо. Предположим, квартира принадлежит ребенку. Неважно, по каким основаниям, родители на его имя купили или по наследству досталось. И принято решение этим ребенком совершить сделку, он решил продать эту квартиру. Да. Учитываем, что ему уже есть 18 лет. Ну, если 18, он уже не ребенок. Давайте предположим, что это ребенок немалолетний, потому что здесь все понятно, от его имени должны действовать только законные представители. А ребенок 15-летний, скажем так. Хорошо. И он решает продать квартиру. Обязательное условие – это нотариальное удостоверение сделки. Несоблюдение этой формы влечет ничтожность сделки, то есть она не порождает никаких правовых последствий. То есть любая сделка, где участвует несовершеннолетний на стороне лица, который отчуждает имущество, она должна быть нотариально удостоверена. Спасибо. Периодически на ваших экранах появляется QR-код Росрегистра по Самарской области. Давайте сканируйте, переходите, ну и всю исчерпывающую информацию, все те услуги, которые предоставляет Росрегистра, по этой ссылочке вы можете найти, ну и, конечно, ознакомиться в том числе и с правовыми документами, о которых мы сегодня говорим. Все ли сделки с несовершеннолетними разрешены законом, или все-таки существуют какие-то запреты? Запрет от имени малолетних на совершение договора о дарении. Запрет на совершение сделок с близкими родственниками. Эта норма установлена статьей 37 Гражданского кодекса, если мы с вами говорим о запрете совершения сделок с близкими родственниками. Например, здесь речь идет еще вот о чем. Совершается сделка по продаже, ну, предположим, квартиры. И представляет интересы ребенка мама. А со стороны покупателя действует мама этой мамы, бабушка ребенка. Вот такая сделка запрещена, потому что между собой мама и бабушка близкие родственники. Есть еще какие-то примеры? Ну, безусловно, жизнь подкидывает массу примеров. И, наверное, чаще, чем когда-либо, с этим сталкиваемся, когда речь идет о материнском семейном капитале. Потому что многие считают для себя более приемлемым совершить сделку, так скажем, внутри семьи, оставив тем самым денежные средства, но не улучшив материальное положение. Жилищные условия при этом не улучшают. То есть покупаем, что было, то и покупаем. Да, а давайте вообще для начала, вот использование материнского капитала, вообще, что гласит закон? Если, допустим, квартира покупается или продается, и уже использован материнский капитал внутри этой квартиры, как вообще должны распределиться доли? Вот что говорит закон? Давайте так. Я, в принципе, сейчас расскажу, что такое материнский семейный капитал. Для чего он может быть использован, какие нюансы есть, какие ошибки допускаются. И в том числе я расскажу о распределении долей между участниками долевой собственности. Материнский семейный капитал – это мера государственной финансовой поддержки семей, которые имеют детей. Она у нас действует с 2007 года, и плановая дата окончания – конец 2026 года. Если говорить о материнском семейном капитале в цифрах, то по всей России вот за эти 15 лет действия программы воспользовались материнским семейным капиталом в целях улучшения жилищных условий 8 миллионов 200 тысяч семей. Из общего количества – это хороший показатель, хорошие цифры? На мой взгляд, колоссальный показатель. Это очень хороший показатель. Потому что именно 8 миллионов с лишним семей улучшили свои жилищные условия. Для чего может быть использован материнский семейный капитал? В принципе, он используется как часть накопительной пенсии для мамы, для социальной адаптации детей инвалидов, для ежемесячных выплат, если есть для этого специальные какие-то показания условия, да. А также на образование детей. Но большинство людей предпочитает использовать материнский семейный капитал для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. И вот когда я говорила цифру про 8 с лишним миллионов, это практически больше 55% от всех выданных сертификатов. Как можно улучшить жилищные условия? Во-первых, это покупка квартиры. Квартиры, комнаты, жилого дома. Во-вторых, это реконструкция существующего уже дома. Либо строительство своего собственного дома. Ну и чаще всего, чем другие, наверное, способы, его используют для погашения кредита. Для погашения кредита. То есть, если мы говорим о кредите, это может быть и первоначальный взнос по кредиту, это и погашение основного долга, погашение процентов. Все это можно сделать за счет средств материнского семейного капитала. Вот если мы говорим о... Распределении долей. Прямо порядочко. Покупка жилья. Как я сказала, можно купить жилой дом, квартиру, комнату. Можно использовать ипотеку сразу при покупке. Также можно использовать другие какие-то льготные программы одновременно. Также звучит очень часто вопрос на приемах, можно ли я одновременно и материнский семейный капитал использую, и льготную программу для семей, для молодых семей, и еще что-то. Да, конечно же, можно. Можно использовать разные источники для того, чтобы расплатиться с продавцом. И в том числе есть эта информация у вас на сайте Росреестра. Безусловно. Да. Можно сканировать QR-код, который вы сейчас видите на экране, и перейти и посмотреть более детально эту информацию. Мы продолжим. Дальше. Если мы говорим о строительстве или реконструкции дома, то здесь это относительная новелла, поскольку с 2020 года возможно было построить только жилой дом на земельном участке для индивидуального жилищного строительства. В 2020 году были внесены изменения, и жилой дом можно строить уже на земельном участке, предназначенном для садоводства в личных целях. Здесь какие, сразу отмечу, наверное, наиболее частые замечания к документам, когда у нас приобретается жилой дом, либо строится жилой дом. По договору нужно указывать целевое назначение материнского семейного капитала. Маткапитал используется только для того, чтобы улучшить жилищные условия. Его нельзя использовать ни для строительства гаражей, бань, его нельзя использовать для приобретения земельных участков. Хотя, казалось бы, я покупаю по одному договору дом с земельным участком, но в таком договоре рекомендую написать, что средства материнского капитала потрачены на покупку именно самого жилого дома, а на земельный участок потрачены какие-то иные средства, собственные накопления, кредитные и так далее. Я прошу прощения, сразу ремарку, Ольга Владимировна, вы говорите, рекомендуем написать в договоре. Кто это должен писать? Стороны сами составляют договор. То есть это в обычной форме? Да, договор составляется в простой письменной форме, но есть нюансы. Например, есть определенные требования, которые выдвигает нам гражданский кодекс. Например, если покупается доля в праве собственности. Очень часто за доли в праве собственности скрываются комнаты в коммунальных квартирах. Их покупают для того, чтобы улучшить жилищные условия. Вот когда покупаются доли в праве собственности, то тогда необходимо обязательное нотариальное удостоверение такого договора. Иначе сделка, как мы уже выяснили, является ничтожной. И еще пример. Приобретают квартиру семья. Например, мама, папа и двое детей. По закону, режимом имущества супругов является их совместная собственность. А как же быть, если покупают они вместе с детьми? То есть здесь получается, что супруги от режима совместной собственности переходят к режиму долевой собственности. А это можно сделать только путем заключения брачного договора, который тоже нотариальный. Вот. Поэтому и такая сделка должна подлежать нотариальному удостоверению. Она все будет заключать как бы смешанный договор. И договор купли-продажи, и брачный договор одновременно. Если покупается недвижимость с использованием, опять же, средств материнского капитала, то расскажите, при продаже уже этой квартиры, как будут распределяться доли? Я же так и не рассказала про распределение долей. Действительно, у нас предусмотрена возможность оформить на одного члена семьи. Как правило, это владелец сертификата, мама на себя оформляет право собственности на приобретаемое, даже с использованием средств материнского семейного капитала, недвижимое имущество, жилое недвижимое имущество. Предположим, мама купила квартиру, оформила только на себя. Но в момент покупки она обязательно дает нотариальное обязательство социальному фонду, обязательство о том, что как только будет зарегистрировано право собственности, она обязуется в течение шести месяцев определить доли каждому из участников долевой собственности. Вот это новелла, можно сказать. Потому что вот лично, когда я использовала материнский капитал, такого не было. Возможно. Всем детям она должна, а также оформить на своего супруга, обязательно причитающуюся им долю. Что хотела, на что обратить внимание. Во-первых, когда начинает течь этот шестимесячный срок, если оформляется без кредитных средств, то вот как только оформлено право собственности, тогда начинает течь шестимесячный срок. То есть вы здесь имеете в виду, что если был кредит взят, то тогда спокойно ждем его выплаты. Только с момента выплаты кредита и погашения ипотеки у нас в Едином государственном реестре недвижимости начинает течь шестимесячный срок. Вот это вот очень важная пометка. Если использовали средства на долевое участие в строительстве. Опять же, пока у нас строительство ведется, этот срок еще не течет. Право зарегистрировано, шесть месяцев начинают свое действие. Каким образом супруги могут поделить и распределить имущество между собой и какие договоры они могут заключить, ну а какие заключить, соответственно, не могут? Супруги. Их права регулируются гражданским и семейным кодексом. В семейном кодексе сказано, что законным режимом имущества супругов является совместная собственность. Отступить от этого правила они могут только заключив брачный договор. Что такое совместное имущество? Это имущество, в отношении которого они владеют исключительно совместно. То есть они все решения принимают совместно. И подразумевается, что даже если вдруг имущество хоть и приобретено в период брака, но зарегистрировано на одного из супругов, так называемый титульный собственник, действовать он тоже должен исключительно с согласия второго супруга. Бывают ситуации, когда один из супругов, на кого оформлена недвижимость, обращается за регистрацией перехода права собственности и не предоставляет нам нотариально удостоверенной согласия второго супруга. Что влечет такое обращение? Переход права состоится, но будет сделана отметка о том, что имущество отчуждено без согласия супруга. То есть такая сделка будет являться оспоримой. И об этом покупатель уведомляется. Он в документах, которые получают по результатам регистрации, видит, что на момент заключения сделки согласия второго супруга получено не было. И, соответственно, супруг, чьи права нарушены таким образом, только с момента, когда он узнал об этом, либо должен был узнать, у него есть год на то, чтобы оспорить эту сделку. То есть такая сделка является оспоримой. Спасибо. Может ли, могут ли родители продать свое имущество детям? Вот здесь разнесите, пожалуйста, правила и нормы. Если дети несовершеннолетние, то сделки возмездные, любые сделки, пусть несовершеннолетние на стороне покупателя или несовершеннолетние на стороне продавца, в принципе, сделки между родителями и своим собственным ребенком, они недопустимы. Об этом есть прямой запрет, об этом говорит у нас статья 37 Гражданского кодекса. Ну что же, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, по теме регистрации сделок с участием несовершеннолетних, что бы вы выделили в главное, о чем нужно помнить, о чем нужно знать, если вдруг сейчас, кто смотрит наши уважаемые телезрители, вот предстоит такая сделка? Я считаю, что и рекомендую всем, кто приобретает недвижимость, проверять сделки, проверять объекты, во-первых, заказывать выписки и смотреть, чтобы была чистота этой сделки. Если у нас продавцом является несовершеннолетний ребенок, то, безусловно, нужно собирать все документы, которые необходимы для этой сделки, в том числе согласие органов опеки и попечительства, которые необходимы для каждой сделки, совершаемой несовершеннолетним, будь то малолетний ребенок или в возрасте от 14 до 18 лет, участие органов опеки, как еще одна гарантия государства, это обязательно. И со стороны покупателя эти документы лучше требовать до похода в многофункциональный центр, да, регистрирующий органы. Спасибо вам большое, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс». Всего хорошего, до свидания, будьте здоровы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»